Твари вонючие 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 на Москву некоторых из 25 тысяч бойцов и танков Вагнера, Патрушев вмешался, чтобы предотвратить самый большой вызов правлению Путина за более чем два десятилетия. Он также увидел возможность навсегда устранить Пригожина. В интервью с западными разведывательными службами, бывшими американскими и российскими сотрудниками служб безопасности и разведки, а также бывшими чиновниками Кремля, Wall Street Journal раскрыл новые детали о мятеже и убийстве самого распиаренного военачальника России и ранее неизвестной роли Патрушева в восстановлении авторитета Путина на все более нестабильной России. С помощью государственных СМИ и своего образа Путин потряс Запад своим образом решительного противника, правящего Россией в одиночку. На самом деле его держит у власти огромная бюрократия, которая оказалась устойчивой в условиях углубляющейся враждебности с Западом и растущих внутренних разногласий из-за неудачного вторжения в Украину. Контролирует рычаги этой машины Патрушев. Он поднялся на вершину, приводя в жизнь политику Путина и выполняя его приказы. На протяжении всего правления Путина он расширил российские службы безопасности и терроризировал врагов убийствами как внутри страны, так и за рубежом. Последнее время его вес усилился, так как он активно поддерживал и поддерживает идею вторжения России в Украину, а его сын Дмитрий, бывший банкир, был назначен министром сельского хозяйства и некоторыми рассматривается как потенциальный преемник Путина. Действия Патрушева по устранению Пригожна помогли Путину заявить о контроле над ситуации перед президентскими выборами в следующем году. Бывшие коллеги Патрушева описывают его как трезвого бюрократа, который, как и Путин, избегает СМИ, полагаясь на ежедневные отчеты о мире от служб безопасности России. Как и Путин, он вступил в шпионские службы в 1970-х годах и остался на службе уже после распада Советского Союза, когда другие офицеры ушли на более прибыльную работу в зарождающемся частном секторе России. Патрушев в свои 72 года видит Россию замкнутую в борьбе с США, которые, по его словам, хотят украсть российскую нефть и минералы. Он выплетает теории заговора в своей речи и интервью. Ранее в этом году он сказал российской газете «Известия», что США планирует захватить Россию, потому что скоро в Вайоминге может произойти мощное вулканическое извержение, которое сделает его непригодным для жизни. Его роль в некоторых самых мрачных главах президентства Путина подчеркивает часто смертельные последствия для любого, кто оказывается в немилости у Кремля. Российские чиновники Патрушев не ответили на запросы авторов этой статьи о комментарии, поэтому как бы у них была возможность опровергнуть и высказаться. Скоро после смерти Пригожной американские чиновники заявили, что предварительные оценки правительства показали, что крушение было результатом заговора с целью убийства. Но кто такой вообще конспиролог Патрушев и как он оказался одним из главных людей около Путина? На фотографиях с Путиным Патрушев обычно находится в тени, незаметной в своем неприметном темном костюме. Ежедневно он передвигается на российском лимузине «Аурус» в свой аскетичный офис в комплексе президентской администрации в шаговой доступности от Кремля, рассказывают бывшие чиновники Кремля. Его телефонные звонки обычно шифруются. Патрушев начал свою карьеру в мире шпионажа в юном возрасте в советском городе Ленинград, ныне Санкт-Петербург. После получения инженерного образования он был завербован в КГБ и учился в Академии шпионской службы в Минске. Вскоре он работал в контрразведке и был офицером ответственным за безопасность в регионе, ограничащем с Финляндией. Вместе с Путиным он пережил распад Советского Союза и упадок служб безопасности, пока правительство президента Бориса Ельцина пыталось вести западноэкономические реформы. Когда в 99 году Ельцин назначил Путина премьер-министром, Путин рекомендовал Патрушева на свое место во главе новой версии КГБ, которая теперь называлась ФСБ. Восхождение Путина к президентству в следующем году укрепило полномочия Патрушева. Мужчины были связаны общими происхождением и убеждениями в том, что только сильные службы безопасности могут сделать Россию сильной. В качестве главы шпионского агентства Патрушев начал переосмысливать организацию и в интервью того времени российской газете «Московский комсомолец» назвал ее «Новым дворянством России». Это был чувствительный момент для нового президента, и Патрушев показал, что готов помочь. Первый год своего президентства Путину угрожали разоблачениями о том, что он был советником у компании по недвижимости, которую в Европе расследовали за отмывание денег. Патрушев отправился тогда в Украину, чтобы забрать угрожающие доказательства у тамошней службы безопасности, согласно аудиозаписям, утекшим из офиса президента Украины. Части записи позже были подтверждены правительством Соединенных Штатов. Путин отрицал любую вину, и скандал позже затих. Вскоре Патрушев дал понять, что предатели Кремля будут страдать. В 2006 году Россия приняла закон, фактически легализующий внесудебное убийство россиян за границей, россиян, признанных террористами или экстремистами. Через несколько месяцев бывший агент ФСБ Александр Детвиненко, который бежал в Лондон и писал о Путине и своей работе шпионом, был убит дозой радиоактивного вещества в своем чае. Британский судья сказал, что Патрушев, вероятно, одобрил убийство. В качестве директора ФСБ Патрушев надеялся на сотрудничество с западными антитеррористическими силами, которые тогда были активны после атак на Нью-Йорк и Вашингтон в 2001 году. Но отравление Литвиненко, которое загрязнило суши ресторан в центре Лондона, начало вызывать вопросы о любом сотрудничестве. Убийство стало одним из первых из множества загадочных убийств российских эмигрантов в Европе и на Ближнем Востоке, за которыми западные чиновники подозревали Москву. Когда Россия созвала международную конференцию по борьбе с терроризмом в городе Хабарок в 2007 году, ЦРУ отказалось отправлять каких-либо высокопоставленных чиновников, вместо этого предложив группу более низкого профиля под руководством бывшего начальника станции ЦРУ Рольфа Маватларсена. Маватларсен сказал, что Патрушев увел его в сторону и выразил недовольство. Он сказал, передайте это сообщение ЦРУ, сказал Маватларсен, вы нас не воспринимаете всерьез. В 2008 году Путин продвинул Патрушева на пост секретаря Совета Безопасности России, должность, которая формально не дает никакой большой власти. Но личная весомость Патрушева, его близость к Путину и его роль как фактического руководителя службы безопасности страны более двух десятилетий сделали его вторым по мощи человекам в России. Его новая роль также дала ему мандат на укрепление связи России за рубежом. Вскоре он начал действовать как своеобразный гибрид разведчика и дипломата, посещая некоторых из самых могучных лидеров мира. Лихорадочный темп поездок Патрушева контрастировал с тем, как мало было известно его встречах. Одно из немногих публичных проявлений его деятельности было в 2016 году, когда он отправился уладить бардак после провала операции по политическому вмешательству в крученной балканской стране Черногории. Военная разведка России попыталась вызвать беспорядки, чтобы помешать ей присоединиться к НАТО. Операция, проведенная в соседней Сербии, потерпела неудачу и российские агенты были публично разоблачены, что вызвало неприятности для союзников Москвы в регионе. Патрушев отправился в Сербию, чтобы успокоить дружеское правительство и привезти оперативников домой. Через год Черногория присоединилась к НАТО. Большая часть работы Патрушева была сосредоточена в тени. Его самолет был замечен в Омане в 2020 году, в то же время, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский, что вызвало обвинения в Украине в том, что между ними состоялась секретная встреча. Оба Зеленский и Кремль это отрицали. Отдельно в преддверии вторжения России в Украину самолет Патрушева также появился в Джакарте, в то же время, когда там находился госсекретарь США Энтони Блинкин, который представлял стратегию Белого дома по регулированию спорного региона Индийского и Тихоокеанского океанов. США и Москва выпустили заявление о том, что встреча не состоялась. Ранее, по мере увеличения признаков сближения между Москвой и Пекином, США пытались убедить Кремль отказаться от союза с Китаем. Во время администрации Трампа высокопоставленные чиновники Белого дома встречались с Патрушевым в Женеве, чтобы обсудить обмен заключенными и продлини договора по контролю над вооружениями. Специалист Белого дома по Китаю Мэтью Поттингер представил исторические карты российской территории, на которые может претендовать Пекин, чтобы подчеркнуть угрозу, которую Китай представляет для Москвы. Патрушев внимательно слушал, а затем насмешливо отреагировал. «Мы знаем, кто наши враги», сказал он, согласно одному американскому чиновнику, присутствовавшему на встрече. Бывший старший чиновник Белого дома сказал, что Патрушев был ключевым каналом связи между Москвой и Пекином. «Если бы Путина свергли или убили ранее в этом году группой Вагнер, я подозреваю, что Пекин попытался бы установить Патрушева в качестве преемника Путина», сказал бывший чиновник. Джон Болтон, который много раз встречался с Патрушевым в качестве советника по национальной безопасности бывшего президента Дональда Трампа, сказал, что Патрушев всегда был профессионален, никогда не повышал голос в переговорах и не проявлял большого интереса к мелким разговорам. Болтон сказал, что он почувствовал гнев только один раз, во время встречи в 2019 году, когда их разговор коснулся Украины. «Мы получили 20-минутную тираду об Украине и ее истории», сказал Болтон. «Это было очень эмоционально и нетипично для него». Патрушев стал одним из главных защитников вторжения в Украину. Российские ожидания были разрушены в первые дни конфликта в феврале 2022 года. К осени прошлого года российские силы рухнули под натиском украинских наступлений на юге и севере страны, потеряв десятки тысяч солдат. Кремль призвал Пригожно и его бойцов Вагнера поддержать усилия России в войне с помощью его военизированной группы. Быстрый взлет Пригожно вскоре начал беспокоить Патрушева. Он часто критиковал российских военных лидеров. Ну, в смысле, Пригожина, а не Патрушев. Бывший заключенный и продавец хот-догов из родного города Путина Санкт-Петербурга, Пригожин стал поставщиком еды для Путина и использовал свои связи для создания обширной частной военной компании. На протяжении последнего десятилетия она вела войны в Украине, Сирии и Северной Африке от имени Кремля. Группа также получила опору в Субсахарской Африки, где обменяла древесину, золото, наличные алмазы на оказание услуг безопасности лидерам. Это был важный канал геополитического влияния для России. В Украине Пригожин поддержал вторжение Путина и, собственно, активно в нем участвовал. Он выигрывал какие-то битвы, одновременно публично критикуя российских командиров за их военные потери. Его медиатирады в социальных сетях против начальника генерального штаба генерала Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу в сочетании с успешными наступлениями его войск на востоке Украины привлекли внимание в Москве и принесли ему могущественных врагов, включая Патрушева. В тирадах Пригожина против Шойгу те, кто находится внутри Кремля, увидели давнюю тактику Владимира Путина поддерживать разделение своих подчиненных с помощью ссоры конфликтов. Но на войне накопление власти и образа военачальника сделало Пригожно опасным для президента. Все говорили Путину, что иметь параллельную армию это ошибка, сказал один бывший кремлевский чиновник, который временами работал как с Путиным, так и с Патрушевым. Когда он каждый день плюет в лицо военному руководству, у вас есть проблема. Патрушев начал предупреждать Путина о Пригожине летом 2022 года. Но предупреждения игнорировались, пока Вагнер добивался успехов на поле боя. Это изменилось, когда Пригожин позвонил Путину и грубо пожаловался на нехватку припасов, сказал бывший российский разведчик, поддерживающий связь с людьми близкими к Путину и его шефу разведки. Пригожину нужны были оружие и патроны, а его люди умирали в большом количестве. Звонок произошел в октябре, а в присутствии других в офисе, сказал бывший агент, в том числе Патрушева, который слышал, как бывший поставщик еды укоряет президента. Позже Патрушев использовал этот звонок как повод, по которому Путин должен дистанцироваться. Военачальник стал опасным, не уважает авторитет Кремля. В декабрю стало ясно, что Патрушев выиграл. Несмотря на то, что Пригожин публично ругал военных и жаловался на нехватку припасов, Путин его игнорировал. Звонки оставались без ответа. В начале июня Кремль фактически объявил о планах ликвидировать Вагнер как боевую силу в Украине, приказав его бойцам зарегистрироваться в Министерстве обороны России. 23 июня в пятницу Пригожин начал свой мятеж, взяв свои 25 тысяч человек и танки с поля боя в Украине и направив их к южному городу Ростов-на-Дону, чтобы захватить штаб Южного военного округа российских вооруженных сил. План, который он назвал маршем справедливости, заключался в том, чтобы встретиться с Герасимом Шейгу, которые были там на встречах, но успели уехать до прибытия Пригожина. Пригожин отправил еще одну колонну танков и солдат в сторону Москвы. Пока Путин находился в загородной вилле вдали от города, Патрушев взял на себя управление, организовав серию телефонных звонков, чтобы убедить Пригожина отступить. Патрушев просил офицеров, симпатизирующих Пригожину, попытаться достучаться до него. Пять звонков Пригожину из Кремля остались без ответа. Патрушев также искал посредников, и звонки были сделаны правительством Казахстана и Беларуси, оба из которых являются членами военного альянса под руководством России, состоящего из некоторых бывших советских государств. Звонок в Казахстан был страховкой на случай худшего сценария. Годом ранее Россия отправила свои войска для восстановления порядка после насильственных беспорядков в этой стране. Теперь надежда заключалась в том, что Казахстан отплатит тем же, если российская армия не сможет сдержать мятежную армию, сказали западный разведчик и бывший российский разведчик. Но президент Касымжимар Такаев отказался, отдалившись после вторжения России в Украину. В конце концов, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил в общественном пространстве, что согласился помочь, несколько раз звоняя Пригожину в течение более чем шести часов и передавая сообщения между военачальником и Москвой. В конечном итоге он передал предложение, разработанное Патрушевым. Если Пригожин развернет свои войска, его людям будет разрешено разместиться в Беларуси. Лукашенко провел несколько раундов переговоров с Пригожиным, а также с Путиным, сказал его пресс-секретарь в заявлении для журнала. Переговоры увенчались успехом, говорится в заявлении. В утреннем телевизионном выступлении, кстати, Путин назвал Пригожина и руководство Вагнера предателями, помогая убедить Пригожно принять предложение, которое входило в сохранение контроля над его зарубежными операциями, такими как те, что находятся в Африке. Хотя Пригожин и его бойцы не встретили активного сопротивления со стороны военных, большинство встречных ими подразделений также и не присоединилось к ним. К раннему вечеру субботы мятеж Пригожина подошел к концу. Бойцы Пригожина, направлявшиеся в сторону Москвы, остановились и некоторые начали двигаться в сторону лагерей, предположительно подготовленных для них Беларуси. Сам Пригожин исчез из социальных сетей. На остаток лета в Москве держалась тревога. Мало кто в Кремле верил, что Пригожин сможет уйти от наказания за вооруженный мятеж. Патрушев затем доказал, что они были правы. Кремль публично мало что делал, чтобы ограничить жизнь Пригожина. Тот путешествовал в Африку, чтобы проверить свои операции там. Ему также было разрешено продолжать работу в Санкт-Петербурге и по всей России, сказал Максим Шугалей, который работал на Пригожина в аналитическом центре. Но по его словам, Пригожин был настороже. Он знал, что у него есть враги и что с ним может что-то случиться. Но насколько он знал, он соблюдал сделку, сказал Шугалей. Моут Ларсен, бывший начальник станции ЦРУ, сказал, что Пригожин, возможно, казался свободным, но на самом деле его тщательно пасли. Его мятеж обнажил глубокий разрыв в системе управления страной Путина, а также недовольство в военных кругах, которые мало что делали, чтобы противостоять его маршу, сказал он. Вы можете видеть, какой план был у Путина держать мертвеца на ногах, чтобы они могли продолжать выяснять, что произошло, сказал он, имея в виду, что Кремль искал соучастников Пригожина. В начале августа, когда большинство москвичей уехали в отпуск, Патрушев в своем офисе в центре Москвы отдал приказ своему помощнику начать планирование операции по устранению Пригожина. Об этом сообщил бывший офицер российской разведки. Позднее Путину были показаны планы, и он не возражал, заявили западные разведывательные службы. Несколько недель спустя после своего турне по Африке Пригожин ожидал в московском аэропорту, пока инспекторы безопасности завершали проверку самолета. Именно во время этой задержки под крылом была установлена маленькая бомба, заявили западные разведывательные службы. Самолет взлетел после 17.00 и поднялся на высоту 8,5 километров, но спустя более полутора часа самолет резко потерял высоту и разбился около деревни Куженкино. Видео очевидцев показывают, что после взрыва самолет с оторванным крылом упал с неба. В течение нескольких дней российские СМИ сообщили, что ДНК-тесты подтвердили гибель Пригожина в авиакатастрофе. Вместе с ним погибли еще 9 человек, включая командира группы «Вагнер» Дмитрия Уткина, еще одного соратника Вагнера, двух пилотов и 39-летнюю стюардессу. На этом и окончилась история Евгения Пригожина, как и окончилась статья Wall Street Journal. Она действительно интересна, потому что дает полную картину не только о Пригожине, но и о Владимире Путине и о Патрушеве. Это люди, которые захватили власть в России, которые не гнишаются убийствами, причем не только чужих, но и своих. Люди, которые страшно боятся потерять власть, для которых появление любого медийного лица, который сравним с ним или хотя бы приближается, является большой опасностью и угрозой. Нет никаких сомнений, что Евгений Пригожин был убит Владимиром Путином. Есть куча косвенных и прямых подтверждений. Однако инициатива, как мы видели, шла от Патрушева. Ну, по крайней мере, как сообщает Wall Street Journal. То есть сам план был разработан по указанию Патрушева. Владимир Путин же ничего против этого плана не имел. Что вообще в таких ситуациях, если бы мы были в голливудском боевике, это даже про плохих персонажей, дальше бы происходило? Ну, группа Вагнат, точнее ее остатки, если бы у нее были яйца, ну, должны были бы теперь жизнь положить на то, чтобы достать Патрушева. Потому что из этой публикации получается не только то, что Патрушев лично ответственен за убийство Евгения Пригожина, но и что им в целом надоумил Владимира Путина к конфликту с Евгением Пригожиным. Ну, то есть Патрушев это именно тот человек, который убедил Владимира Путина не брать трубки от самого Пригожина. По факту, мятеж во многом был спровоцирован непосредственно Патрушевым. Поэтому все эти зет-патриоты, даже те, которые говорят, мы любим Путина, но не любим всех остальных, мы любим и Путина, и Пригожина, должны были бы теперь выйти и сказать, Владимир Владимирович, в ЦК пробрались враги. Патрушев, что сидит рядом с вами и постоянно рассказывает то про боевых комаров, то про ось земли, то еще про какую-нибудь херню, он вас травил с Пригожиным, с великим полководцем нашего времени. Это предатель, который и дальше будет мешать, там, не знаю, побеждать в Украине или что-нибудь такое. Именно это должны сказать все военкоры, все зет-каналы и уж тем более вагнеровцы. Точнее, вагнеровцы должны молча прийти и пристрелить Патрушева. Но ничего этого, конечно же, не будет. Потому что все зет-каналы, все вагнеровцы, вся эта плесень, она стыдливо убирает глаза при обсуждении гибели Пригожина. Я думаю, что даже мало кто из них вообще прокомментирует эту публикацию. Просто потому, что вопрос про Пригожина подвис в воздухе. Понимаете, российские власти даже не стали делать вид, что это какие-то, не знаю, украинские диверсанты или еще что-нибудь. Нет, Владимир Путин хочет, чтобы все знали, что он убил Пригожина. Он хочет, чтобы все знали, что воз же у него. Но мы видим, что на самом деле Владимир Путин довольно внушаемый своим окружением. И на самом деле Владимир Путин в этой системе далеко не один. Он окружен каким-то количеством людей, у которых свое представление и которые ему, собственно, скармливают те или иные идеи. Владимир Путин в целом достаточно как будто бы ведомый. Хоть это не снимает с него никакой ответственности, не подумайте ни в коем случае, что я каким-то образом пытаюсь его оправдать. Нет. Надо просто понимать, что проблема больше, чем просто Владимир Путин. Проблема заключается в системе, которую он выстроил. Которую он выстроил в угоду собственной прихоти и жадности, и которая просто поощряла в людях все самое худшее, чтобы его окружили настоящие, абсолютно отбитые, конченые люди. Такие, как Патрушев, такие, как Пригожин, такие, как Шойгу. И вся эта система нуждается в уничтожении. Не обязательно физическом, но важно, чтобы эта система была стерта. Чтобы этот режим, который установился в России, был уничтожен. Это единственная возможность для России продолжить нормально существовать. Точнее, начать нормально существовать. В ином случае эти бесконечные интриганы, которые готовы убивать друг друга и кого угодно, будут все это дело продолжать. Преследуя свои собственные интересы, связанные с непомерной ненавистью, конспирологическим мышлением и комплексами, будут продолжать уничтожать чужие страны и пытаться подгадить всему миру, делая перевороты. Не знаю, пытаясь делать перевороты в Черногории, пытаясь это делать в Молдове и много-много где еще. В общем, публикация более чем интересная. Мне кажется, теперь страница группы Вагна закрыта окончательно. И там вряд ли мы еще в ближайшее или даже не ближайшее время еще к ней вернемся. Спасибо Wall Street Journal за эту работу, только я добавлю несколько вещей еще от себя в конце этого видео. Первое. Надо понимать, что вся эта публикация основана на источниках, что мы не можем проверить собственными средствами. Поэтому воспринимать ее на 100% на веру проблематично. Однако вся логика событий подсказывает, что все происходило именно так. Если вы посмотрите, например, мои видеоролики по Пригожину и по тому, как там развивалась ситуация, вы увидите, что до степени смешения это все похоже. Только фамилия Патрушева не звучала. То есть я не знал, кто это делает, но было абсолютно видно, что и Пригожину там связь отключили, я говорю, что потом будет мятеж. Когда был мятеж, я говорю, что его потом убьют, его действительно убили. Ну то есть общая логика происходящего, она вполне укладывается в ту информацию, которую получили Wall Street Journal. И теперь вторая история. Уважаемый мной Михаил Фишман написал, что он не согласен с этой публикацией, что, по его мнению, ликвидация Пригожина, за ней стояли другие ведомства и другие люди. Я думаю, что это вполне себе справедливое суждение. Ну то есть это может быть правдой, но хотелось бы увидеть какой-то более развертый ответ. И не только от Михаила, но и от многих других, кто там возьмется эту версию оспаривать. Я так понимаю, она зиждется на том, что Патрушев в последнее время не занимается мокрохой, уже давно не глава ФСБ. Значит, поэтому его, Патрушева, задача это такая дипломатия и переговоры и написание конспирологических статей. Вот. И поэтому, значит, за этим кто-то может другой стоять. В том числе я знаю, что называются как претенденты и гур. Вот. Но, опять же, как одна из альтернативных версий, с удовольствием я бы прочитал, что под этим подразумевается, есть ли какие-то данные об этом и прочее, прочее. Но на много вопросов мы уже нашли ответы в этой публикации, пока они не будут, соответственно, опровергнуты. Именно Патрушев стоял за отстранением прямой связи Пригожина с Путиным. Патрушев планировал его убийство. Патрушев согласовывал убийство Пригожина с Путиным. И все-таки на самолете была взрывчатка, а не система ПВО его сбила. Наверное, на данном этапе это уже можно утверждать с вероятностью там 99,6%. Ну а с вами был Майкл Наки. И до скорых встреч. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok